Друзья, я рада быть сегодня в эфире. Не так часто у меня это получается в последнее время. Но я сегодня обещала выйти в эфир тем, кто читал посты на моей стене. И я приветствую всех этим чудесным утром пятницы. Я Царева Наталья. И почему я не выходила в эфир некоторое время? Я восстанавливала свою энергию, что с меня новичка поправится. После нагрузок последнего месяца. И как раз я недавно выпускала пост о том, с вопросом. Хотите ли вы почувствовать или научиться тому, как можно возвращать свою энергию себе. Тем более, что сегодня пятница, конец недели. Естественно, все основные трудовые подвиги уже позади. И очень хочется отдохнуть. И вот сегодня как раз я обещала провести такую короткую-короткую практику для того, чтобы вы могли послушать ее. Для того, чтобы вы могли ее потом воспроизвести. Потому что эта запись будет сохранена. И возвращать себе энергию, да, то, о чем планировалось с вами поговорить, полезно, конечно же, в комфортном состоянии. Но, по крайней мере, там, где вам никто не помешает. И даже если вы сейчас сидите на работе или в кабинете, или где-то еще, или бегаете по встречам, то это нормально. Или вы в пути. И вы можете послушать тот эфир, который буду сегодня вести я, и сохранить его для себя. Для того, чтобы потом в каком-то таком уютном, укромном месте послушать его только для себя. Я специально не стала говорить о том, да, что там запретесь в квартире, да, никого не пускайте, закройте кабинет и дайте себе время. Хотя это очень важно. Давать себе время для себя. Потому что время для себя нам никто не даст. Нам приходится всегда его брать. И вот сегодня эти несколько минут я хочу, чтобы вы посвятили себе, для себя, для того, чтобы вернуть свою энергию. Потому что мы очень много энергии оставляем, конечно же, в нашей работе, в семейных делах, у кого-то учеба, у кого-то, может быть, отношения какие-то, которые требуют много энергии. Кто-то, может быть, как и я, вот некоторое время поправляется. Поэтому для того, чтобы вернуть себе энергию, необходимо, конечно же, в первую очередь сделать себе какое-то комфортное состояние, такое, да, устойчивое положение. Для этого можно сесть или встать, как вам будет удобно. И это практика, когда мы делаем её на тренингах. Я делаю с своими клиентами в коучинге, она всем очень нравится. Да, потому что она лёгкая, простая. Буквально через несколько минут, да, вы ощущаете эффект. И для этого выровняйте ваше тело, потому что наше тело – это такое, знаете, как компас, как музыкальный инструмент, который для того, чтобы он хорошо вам служил, его надо хорошо настроить. Да, это музыкальный инструмент, если даже самый удивительный музыкальный инструмент не настроить, на нём сложно даже какой-то шедевр музыкальный сыграть, да, потому что он не настроен. А если настроить инструмент, то вы сможете почувствовать всю его мощь. Поэтому здесь очень полезно периодически, даже в течение дня, как это, ну, я это тоже иногда делаю, выровняйте своё тело. Вот, сделайте так, чтобы вам сидеть было комфортно. Потому что, когда мы сидим и даже не ощущаем, что нам, или стоим, что нам некомфортно, вот, заметьте своё положение и отметьте, ну, какую часть вашего тела вам хотелось бы выровнять поудобнее. Может быть, бёдра усадить, знаете, так хорошо устойчиво на стул, на кресло, где вы сидите, спину выровняете, но не сильно её напрягаете, просто выровняете. Так, чтобы ваша спина была, продолжалась головой, макушечка так смотрела прямо в потолок, в небо. Вот так тело выравнивается, да. Можете поставить ноги на пол, вот так вот, да, то есть не перекрещивая. Перекрещивая, да, для того, чтобы хорошо настроить тело на то, чтобы возвращалась ваша энергия, перекрещиваться не нужно, да. Просто выровняйтесь. Руки лежат на коленях, может быть, да. Ноги, стопы стоят на полу, и вы ровно, вы ровно так сидите. Есть? Если удалось, напишите мне, пожалуйста. Если вы просто слушаете, у вас нет такой возможности, запоминайте, да, или можете воспроизвести мой голос. Доброе утро, Яна. Вот, и сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы возвращать себе свою энергию. Ну, как работаем, да? Есть, отлично. И следующий параметр, который поможет нам это сделать, это увести наше внимание, потому что мы всё время вот здесь вот в голове вертятся, да, на уровне мыслей, на уровне идей каких-то, да, на уровне глаз. Вот здесь живут наши мысли, да, вот в этой замечательной, красивой такой черепной коробке, да, у нас умный такой. Тем не менее, вот здесь наше внимание. Я прошу вас сейчас обратить ваше внимание на ваше дыхание. Наше внимание, оно может бегать в разных местах, да, и часто иногда нас уводит, причём уводит очень далеко. Мы следуем за мыслями, мысли нас несут куда-то, да, уносят, вот, размышления о том, что было вчера, о том, что будет сегодня, там, о том, что будет завтра, да, в прошлом и так далее. А вот здесь ваше внимание посвятите сейчас вашему дыханию, чтобы именно возвращать энергию свою себе. Первый фокус внимания-то в тело, так, чтобы оно сидело, да, или стояло комфортно, устойчиво, и при этом расслаблено, и дыхание. Обратите внимание, как вы дышите. Не нужно ничего делать специально, просто отметьте, как опускается и поднимается ваша грудная клетка. Как движутся, может быть, ваши плечи, да, или диафрагма. Можно даже звук добавить, да, потому что иногда мы так очень поверхностно дышим, ну, по привычке, ну, и даже не слышно. Вот у меня тренер по йоге, она всё время, ну, естественно, тренировка, да, мне всё время говорит о том, в нашей группе, я не слышу, как вы дышите. Поэтому почувствуйте даже звук дыхания, температуру вдыхаемого, выдыхаемого воздуха, она разная, обратите внимание. И те, кто обратил внимание на своё дыхание, сделайте несколько вдохов-выдохов и просто напишите мне, что вы обратили внимание на дыхание. Что вы услышали, почувствовали, как вы дышите. Ну, не делайте это слишком утрированно, то есть слишком специально, не дышите, иначе очень много воздуха будет поступать в ваш головной мозг, кислород будет увеличиваться, да, и мозг может немножко закружиться, голова. Поэтому не делайте так, пожалуйста, просто дышите. Вот одного внимания уже на дыхание достаточно будет, чтобы вы начали расслабляться этим чудесным утром пятницы. И можно вот, продолжая дышать в том же ритме, обратить внимание, что выдох может быть чуть длиннее, знаешь, потому что на выдохе всё наше тело, знаете, как будто расслабляется, немножко распускаясь, да, опускаясь вниз. И одновременно с выдохом идёт ваше дыхание, внимание ваше чуть глубже. Вот так. Просто отметьте, что каждый выдох – это чуть больше расслабление наступает в теле. Потому что именно дыханием мы можем регулировать все свои эмоции. Эмоции возникают очень быстро, они приходят и уходят, иногда они нас захлёстывают. И только с помощью дыхания, с помощью вот этой настройки тела мы можем быстро отрегулировать наше эмоциональное состояние, не мозгом. Все слова и все идеи, которые мы себе говорим, успокойся, расслабься, это не работает. Да, поэтому просто вот ваше дыхание, ваш ритм жизни, обращайте на него внимание. И на выдохе отпускаете себя. Чуть проще, чуть легче. Достаточно просто выдохнуть. Да, иногда мы даже говорим, мне надо выдохнуть, да. Это значит, что нам нужно отпустить напряжение. А мурашки, когда вот, да, от головы к ногам с выдохом – это, ну, такое-то хорошее ощущение тела. Ну, у каждого из нас оно разное, поэтому просто обращайте внимание на дыхание. Да, есть у вас мурашки, да, или же вы только начинаете чувствовать своё тело. Всё хорошо. У вас всё в порядке. И выдыхая вот здесь, да, продолжая дышать, спокойно, да, посвящая своё внимание на дыхание. Вот сейчас есть несколько минут, которые вы можете посвятить себе. И посвятить их себе – это именно обратить внимание на то, как я себя чувствую. комфортно ли моему телу, как я могу расслабляться, да, как я могу сделать свободние плечи, руки, как я с дыханием опускаю воздух. Подключайте воображение. Для чего нам нужно воображение? Не чтобы рисовать себе какие-то, ну, картины про завтра, про вчера, иногда даже пугающие. Вообразите, что ваш воздух течёт сквозь ваше тело. Вот, помимо дыхания, ещё подключайте воображение. У нас очень богатое воображение, и оно нам может помочь вот этот процесс углубить. Углубить больше, глубже. Углубить, расширить. И в какой-то момент вы можете просто дышать и обратить внимание, может быть, да, представить, опять же, с помощью воображения все те места, все те ситуации, может быть, на этой неделе, может быть, когда-то ещё. Все те места и моменты, когда и где вы оставили себя. Что значит оставили? Это значит, что мы хотели, может быть, кому-то угодить, кому-то понравиться. Мы очень много думали о какой-то, может быть, незначащих вещах, и очень много им придавали внимания, переживали. Может быть, и попусту, а может быть, не попусту. Может быть, у нас были сложные какие-то, да, разборки или не очень конструктивные отношения, да, или не очень усиливающие нас отношения с какими-то людьми. Позвольте вашему воображению открыть эти картины. Представьте эти места и времена, где осталась ваша энергия. И мысленно начинайте собирать её себе обратно. Знаете, прям вниманием своим, дотягиваясь до этих мест. А можно ещё помогать себе жестом, потому что тело — это очень удивительный инструмент, а оно у вас сейчас расслабленное, такое спокойное. Вот прям, если вы одни, то не стесняйтесь, сделайте просто жест, который хочется сделать телу для того, чтобы вернуть себе эту энергию. Вот прям забираете, да? Представляете, как вы забираете эту энергию, которую вы оставили, и возвращаете её себе. И делайте это медленно, нежно, знаете, так прочувствовано, потому что вы делаете это для себя. Приходит время, когда пора возвращать себе себя. И уделите этому внимание своё, да? Потому что наша энергия — это наше внимание. Вот куда идёт наше внимание, куда оно течёт, туда течёт наша энергия. Поэтому сейчас ваше внимание течёт в те места, где вы возвращаете себе свою энергию. И, знаете, как будто её складываете куда-то в какие-то области вашего тела, просто домой, знаете, говорите, пора возвращаться домой. К себе. Очень нежно. Делайте это, как танец, да? Можете даже услышать и почувствовать музыку, которая сопровождает ваше воображение этот процесс, медленно впитывая всю энергию, забирая из тех мест и тех моментов жизни. И дышите. Вдыхайте эту энергию, которая возвращается к вам. Вот какой-то процесс, когда ваше внимание, оно собирает вас заново и обратно. Когда оно возвращает нас домой. Есть такое в русском языке, да, пословица «я вышла из себя», так вот сейчас возвращайтесь с себя. Потому что когда мы очень много энергии оставляем во внешних ситуациях, да, в прошлом, в будущем, в каких-то, да, странных, в каких-то коммуникациях, разборках, то энергия наша рассеивается. Сейчас приходит время возвращаться. И отметьте, как ваше тело реагирует на этот процесс. Просто чувствуйте, как увеличивается наполненность энергии. Дышите. Ощущайте, куда приходит эта энергия, где она у вас увеличивается, может быть, да, восполняется, наполняет вас, распространяется по всему телу. Дышите, радуйтесь. И чувствуйте, что вот прямо сейчас вы восстанавливаетесь. И это ощущение такого, да, там, кайфа, благополучия, да, те, кто только подключился, да, вы можете посмотреть ещё раз и проделать это для себя эти несколько минут. Почувствовать вот расслабление, наполненность энергии, вашей же энергии. Энергия, она не бесконечна. И наша задача – уметь её восстанавливать в конце рабочей недели, в конце рабочего дня, просто настраивая тело, расслабляясь при помощи дыхания и вниманием собирая себе всё. Всё своё возвращая себе. Это очень бережный процесс и очень такой нежный, я бы сказала, да, и очень личный процесс. связанный с ощущением, и вы можете его делать несколько раз в день, тогда, когда вы чувствуете, что ваша энергия утекает или утекла. После совещания, да, или после сложного разговора. Просто дайте себе время, несколько минут подышать и вот так вернуть себе всё. Вы можете делать этот жест, который вы для себя вот прямо сейчас, да, создали. вы можете его делать мысленно, вы можете вдыхать эту энергию, но выбирайте её в себя. Возвращайте её, наполняйтесь ею, присваивайте ей, потому что наступает время, когда пора вернуть себе себя, вернуться домой. И вот сейчас почувствуете, да, как изменилось ваше состояние. Можете отметить это, написать, да, у кого оно изменилось. и продолжая дышать, ощутите, что вы чувствуете себя стабильно. Стабильно, знаете, такая вот, некоторый такой вес снизу, когда вы устойчивы, да, это не тяжесть какая-то, да, в ногах, а вот начиная с бёдер, такая стабильность, заземлённость, то, что вас держит в балансе, да, и расслабленность одновременно. От дыхания, от того, что вас наполняет снова ваша же энергия, расслабленность плеч, живота, там, шеи. Просто расслабление, такой вес снизу, стабильность, расслабление, фокус внимания на дыхание, на то место, куда вы возвращаете свою-свою энергию воображением, вот где центр этой энергии, которая вернулась к вам. которая наполняет вас больше и больше. Полюбопытствуйте, где это в вашем теле, как это выглядит и как это ощущается, вот этот центр вашей энергии, центр вашего комфорта. вам ничего не нужно делать. Вам нужно просто быть, обращать внимание на дыхание, расслабляться, чувствовать такую стабильную заземленность и то, как энергии становится больше внутри вас. Как будто вы подзаряжаете свою батарейку. мы как телефон, да, вместо кофе, мы как телефон, потому что, если все время телефон не подзаряжать, его заряд теряется. И когда мы видим, что батарейка уже мигает на телефоне, да, а мы все пытаемся разговаривать, да, быть в соцсетях и что-то еще делать на телефоне, мы можем обесточить телефон настолько, что он выключится. И нам придется искать специальное, место и время и розетку, для того, чтобы подпитаться. Поэтому не допускайте вот прям полные разрядки вашего телефона, то есть вашей батареи. Подзаряжайтесь. Иногда надо оставить телефон в покое, да, для того, чтобы он зарядился, чтобы потом у него было достаточно энергии, чтобы выйти на связь, выйти в свет, быть в контакте. Так и мы, для того, чтобы нам быть в контакте с людьми, для того, чтобы нам делать что-то в этом мире, нам нужна энергия, нужна энергия возвращать себе, подзаряжаться. И кто-то это делает с помощью природы, кто-то с помощью близких людей, кто-то с помощью питомцев и животных, да. Вот здесь сегодня мне была идея рассказать вам о том, как можно за несколько минут вернуть эту энергию себе, да, подзарядить свою батарейку. Для этого не нужно пить никакие медикаменты или куда-то ехать в Тибет, например, на Гималайя. Для этого нужно просто несколько минут вашего времени и ваше внимание, потому что именно ваше внимание, оно и рождает эту энергию. Вы, наверное, слышали о том, да, о том, что куда течёт наше внимание, туда течёт наша энергия. А сейчас ваше внимание, оно собирает эту энергию. Ваше внимание, оно обращено внутрь вас, то есть оно не рассеивается, да, вот так. Наше внимание рассеивается на мысли, да, на людей, на обстоятельства, на то, как мы выглядим, да, на то, кто как нас воспринимает, да, что от нас ждут, там, да, что я должен сегодня сделать, да, какие планы. Понятно, что наше внимание всё течёт вовне, да. А вот есть как раз очень важный процесс, когда ваше внимание, оно позволяет вот энергии течь сюда, потому что ваше внимание направлено в тело. Ну, понятно, протез, да, то есть внимание, которое вот туда вот уходит, и это большая часть нашего дня. И очень важно выделять моменты, чтобы ваше внимание текло вот сюда, да, как я себя чувствую, как я могу расслабиться, каково моё дыхание, как я могу придять комфортное положение, как я могу мысленно собрать всю свою энергию, которая утекла. Вот и всё. поэтому я желаю вам собирать свою энергию, использовать своё внимание для того, чтобы возвращать её, подзаряжаться. И я надеюсь на следующей неделе придумать вам ещё одну интересную идею эфира, касающуюся управления себя, состояния такого, состояния того, когда вы в порядке, состояние тогда, когда вы чувствуете себя окей. И для этого нам нужно будет управлять нашим вниманием, нам нужно будет выделять себе время, себе любимым. Вот что значит надо выделить время для себя. Это сосредотачиваться, чтобы внимание текло сюда. Вот что значит, на мой взгляд, любить себя. Это убирать рассеивание энергии и направлять его сюда. Ну, может быть, конечно же, иногда и на шопинг, и на кофе, и на что-то ещё, но в первую очередь внимание именно на себя, на своё состояние. Потому что когда мы обращаем внимание и дарим его себе, тому, как чувствует себя, моё тело, как я могу расслабиться ещё больше, как я могу впитать снова свою энергию, вернуть её себе, мои мечты, то, что я хочу, то, что греет меня изнутри. Вот в этом состоянии рождаются самые классные идеи именно за расслабление, вот из такой наполненности энергии. Когда энергии очень мало, то вряд ли что-то творческое мы можем рождать и создавать в этом мире. А вот из состояния расслабленности, наполненности, вот тогда мы можем делиться. Вы, наверное, догадываетесь об этом, да? Потому что если мы не можем поддержать себя, если у нас нет вот этой наполненности, то как мы можем поддержать кого-то ещё? Есть для вас в этом смысл? Потому что когда у нас всего достаточно внутри, и мы чувствуем себя хорошо, и энергии, море, море, и мы понимаем, что мы хотим, и мы понимаем, куда мы движемся, мы понимаем, что вот эта правда греет меня изнутри, мои цели, мои желания, вот тогда люди тянутся к нам. Люди тянутся к нам, они чувствуют, говорят, ой, блин, такая энергия исходит, но она может быть только тогда, когда вы её очищаете своим вниманием, возвращаете её себе, уделяете себе внимание. То есть вот эти вот вещи я называю отношением с собой, то есть уметь устанавливать хорошее отношение с собой, балансировать себя, вот как сейчас вы это делали, если вы только подключились, то посмотрите, пожалуйста, видео сначала, сейчас я его сохраню, и у вас будет возможность пройти этот путь снова для себя, для того, чтобы вот так восполнять ту энергию, которую мы теряем, ну, естественно, действуя во внешнем мире, работая, создавая что-то, общаясь, вот это я называю хорошими отношениями с собой, такими балансами, я думаю, так раз собрали себя, энергии подкачали, цели прояснили, простроили, энергию для цели нашли, вот тогда мы движемся, тогда мы способны поддерживать свое движение и поддерживать связи с другими людьми, устанавливать связи, такие хорошие связи, качественные связи, которые нас поддерживают, вот это хорошее отношение с собой, поэтому я желаю вам проделать эту практику, ну, или то, что вы любите делать, и почувствовать я хорошего, я окей, я окей, именно эта идея легла в основу моего курса двухнедельного, который я снова запускаю с понедельника, и как раз там я буду для каждого участника выстраивать такой баланс и обучать разными способами тому, как это сделать для себя каждый день, выстроить баланс, такой вот целостность, соединенность, наполненность энергии и ощущение того, что я могу все, мне хорошо, я в порядке и я могу свернуть горы, поэтому я желаю вам хорошей пятницы, удачного завершения рабочей недели, ну и чувствовать себя в порядке, до встречи на следующей неделе, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok